Итак, начинаются последние две партии нашего матча. Конечно, результат уже предрешен, счет 11-5 в мою пользу, но в атомный шахмат Артем является одним из... атомный шахмат это один из его любимейших видов шахмат, и, собственно, по рейтингу можно судить, что он чуть ли не сильнейший игрок. В эту разновидность вообще лечится в принципе. Я попытаюсь побороться. Хотя, конечно, с контролем, на самом деле, с контролем 3 плюс 1 шансов совсем мало, потому что бывало, что у меня появлялись надежды в связи с рубкой флага в некоторых наших с Артемом партиях в атомные шахматы, но рубки флага, если честно, с контролем с добавлением не произведется, а как игрок Артем значительно сильнее. Попробую протирать Д4, то есть есть различные трюки, связанные с хой Д4, в надежде выиграть сразу, но как я уже говорил в предыдущем видео, Артем даже записал лекции по атомным шахматам, и с дебютной теорией он знаком, поэтому лучше я не буду связываться. Ну, всё равно какой-то ход делать надо. От атомных шахмат я, конечно, совсем отвык. Сыграю в Б3. Почему бы и нет? Ну, конечно, как в поддавках, так и в атомных. Разница, скажем так, в понимании просто очень смешная. Я совершенно не знаю, что делать. Ну, дам шах. С6, С3 какой-нибудь сыграю. А все равно какой-нибудь Б4 последует, ну. Ай-яй-яй. Пусть мне не хотелось бы брать на А6, это подарок темпа целого, чёрный. А если не брать на А6, то чёрный сырается на конь Б4, и в случае взятия у меня потеряется слон. Правда, наверное, есть смысл прообрать что-нибудь вроде А3. Теперь на конь Б4 я, чёрный, конечно, заберу пешку, но я получу какую-нибудь какую-нибудь открытую линию для ладьи. Может быть, А3 неплохо. Так, он Б4 сыграю, но я должен брать, чтобы он выиграл пешку, но это, может быть, не так страшно. Скакаю слона 3. Слон Б4, да, это ожидалось. Просто заберу, не буду заморачиваться. В целом, мне кажется, выйти против Артёма в атомные шахматы с дебюта всего лишь без одной пешки, это не так уж и плохо. Правда, он хочет пойти А3. Там несключено, что достаточно неприятно. Сыграет до ноля, что поделаешь, последует Ведьма А3. Да, вот как ни странно, личная пешка начинает сказываться достаточно быстро. Пытаться надо, видимо, перейти в какую-то по контратаку. Конь Е5, ФЕ, Ферзь А5, Ферзь А6. Ферзь Е5, Ферзь А6. Ничего нет. Ну что ж, поделаешь. Ну, сыграю Кунь С3. Как-то разобьюсь. Ферзь А7, нападаю на мат. На времени уж совсем нет. Сделаю примитивный ход G3. Конь А6. Сделаю примитивный ход H3. Возьму. Еще одну пешку Артем выиграл. Но тоже не так важно. Важно, что мне не хватает двух минут. Конь А4. Попытки залезть на B6. Ну, залезаю на B6. А, ну, Артем, скорее всего, просто посчитает ход HG. С тем, что, забирая Ферзя, он красиво выигрывает после LH1. То есть мне придется играть. А, ну, видимо, мне уже ничего не поможет в этой позиции. То есть я думал, можно еще сыграть F4. Но там все равно LH1. И теперь Артем не сыграет LH2 LH2. Да, просто заберет его LH1. Да, то есть АG выигрывает. Я думаю, что это семечки для... Семечки для Артема. Такой вариант. Хотя у LH5 есть ход какой-то. Кстати, это могла быть очень интересная ловушка. Да, Артем это понял. Давай заберу Ферзя все равно. И заберу эту опасную ладью. И сыграю КРG2. Слон G3 последует, конечно, КРG3. В целом этот слон меня, конечно, напрягает. Но ничего страшного. Позиция, мне кажется, для белых уже неплохая. Педа в том, что три секунды остается на часах. ДЕ. Хочу просто сыграть ладья на Д1. Все равно хочу сыграть ладья на Д1. ДЕАЖ7. Ужасный ход. Надо бы, конечно, играть ладья на Д8. Позможет последовать А1. И, видимо, король должен убежать. Хотя это, кстати, не факт. Шах. Шах. Ну да, LH5. Шах. О, может, просто последовать FG. Вронил флаг. Хотя позиция интересная. Скорее всего просто ничья. Но, к сожалению, то, что у меня было 3 секунды и больше сейчас партии сказалось. Ещё становится 11-6, остаётся у нас ещё одна партия в атомный шахмат. Думаю, что Артём больше меня может играть под конечной позиции, но я так думаю, что это, скорее всего, она, скорее всего, объективно ничейная. То есть я могу, наоборот, уже ладья опять просто пойти и бегать за Чёрным Королём. Остаётся последняя партия. Играю чёрными. В этой партии, конечно, шансов совсем мало, потому что Артёма глубочайшая дебютная подготовка. Я попробую сыграть то, что он сыграл против меня в предыдущей партии, после этого, конечно, конь d4. Тут я уже совершенно без понятия, что надо делать. Попробую конь f6. Конь b5, конь g4, f4. И, видимо, тут я должен как-то отдавать ферзя, но разобраться в том, как это сделать, не совсем, понятно, не совсем легко. Так. e5. Ну, ладно, это бэк. Конь f2, ферзь h5, g6. Давайте сэграем конь f2. Ну, вратеге конь d1 мат, то есть белый должны убирать ферзя. шаг, g6. Ну, что, может забрать на c7, съесть весь фланг, я забираю ферзя в ответ. Ну, скорее всего, белый, просто выигранная позиция. В связи с большим количеством лишнего материала. Ферзя 6, тоже хороший ход. Грозит ферзь f8, я должен брать, ну и здесь поставить конь c7. Правда, мой ход. Могу уж это извлечить своего хода, я в этом сильно сомневаюсь. Попробую e5. Слом бы 5, конечно, последует. Ну, и какой-нибудь 2-0. В надежде вскрыть одну вертикаль до ладьи, это будет небольшой шанс. Но как ее вскрыть, непонятно. Все-таки у белых две лишние фигуры, это должно сказываться. Может, не стоило взять ладью, хотя вряд ли. Конь f2 очень силен, он ограничивает фигуры белых. Без него шансов практически совсем не будет. Ну, план черных еф, сыграть, потом f5 и f4. Все это очень медленно, но ничего умнее все равно не вижу. А, уже грозит. Но f5 последует просто конь f6, видимо. f5 конь f6, да, f5 конь f6, это плохо совсем. f5 конь f6, взял на f6, сыграть, да, это не может работать, конечно. Но в противном случае не совсем видно, какой ход здесь делать. Не знаю, беру короля в угол просто из возможных шахов. Все равно хочу пойти f5. Все равно на это последует конь f6. У белых есть сильный ход b3 развивающий. Какая наша 8-я дыма, до канала мои шансы в этой партии. Хотя их и так было немного. Ну да, ничего не видно. Кунь f4, d3 просто. Ну ладно, сыграй в 5, конь f6 это было понятно заранее. Мне кажется, b3 очень сильный ход. Используя мощь двух слонов по полной программе. Да, b3 сыграй, сыграй f4, что ж поделать. Да, тут скорее всего все должно быстро кончиться. Я считаю, что меня пока удерживают от части в игре, то что у нас на c4 есть ход d5. Да, e4 грамотно. Пойду a6, нападу у слона. Ну, слон c4, d5, понятное дело, в чем сыграет. Как-то по-другому. Ну, слон e2, простой ход, слон e2, логично. Ну, d5, видимо, что-то было посчитано тут. Слон f1. Ну, если у меня d4, просто слон c4 обратно. А где я 8, e5? 8, e5, d4. Ладно, пойду к b5. d4. Времени 7 секунд, не очень много, как и в предыдущей партии. g5, пытаюсь не дать вскрыть линии хотя бы. Ну, единственное, так, с х6. Беру короля. Видимо, я хочу пойти ладею f8, f3. Но выглядит это все очень неубедительно. Ну, да, и все закончится в слон g6, например. Считает какой-то прямой мат, но не вижу никакой необходимости. Можно просто взять ладью, провести ферзя. Мне кажется, достаточно убедительно. А, ну, кстати, красивый мат. И у меня даже не было. Ну, король d6, можно было попробовать пойти. Ну, да. Таким образом, матч закончен. Артем удержал убедительную победу в атомных шахматах, как, в общем-то, и ожидалось. И мы сыграли всего 18 партий в 9 различных разновидностей игры с общим счетом 11-7. Я вполне могу быть доволен таким результатом. Если честно, намного больше я ожидал счета 9-9, но и так тоже неплохо. Большое спасибо Артему за борьбу в этом матче. Некоторые партии были очень интересными. К сожалению, подвел участников такой достаточно быстрый контроль. Может быть, если мы продолжим начинание, то в будущем выберем другой контроль времени. Ну, а пока спасибо всем за просмотр. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что мне понравилось. Я понимаю, что ресурсов для улучшения качества видео здесь довольно много. Буду рад всяческим предложениям. Еще раз всем спасибо спасибо за внимание. Для вас играли Артем Капустин и Никита Петров. Комментировал только Никита Петров. Оставайтесь с нами. Играйте в шахмат.